Добрый вечер, уважаемые друзья! Собрались мы сегодня по замечательному поводу. Новое это, как правило, всегда хорошо. Новые эмоции, новые люди, новые события. Наш клуб не является исключением. И для открытия сегодняшнего торжества, торжественного мероприятия, я хочу предоставить слово первому заместителю, председателю правительства края, руководителю аппарата губернатора и правительства края и председателю попечительского совета футбольного клуба СКА Хабаровск Мокротычеву Аркадию Николаевичу. Дорогие друзья, сегодня в формате болельщики, которые прибыли к нам, мы сегодня проводим встречу. Я думаю, что мы почаще будем такие встречи проводить, потому что они полезны, прислушиваются мнения друг к другу, представить людей. Хабаровск с нетерпением ждет нового сезона. Сезон начался, это Хабаровск, я имею в виду. Вы нетерпением хотите, во-первых, познакомиться с нашими новичками, да, они далеко не новички, ни одного новичка я там не видно, потому что они известные люди, футболисты там, в узких кругах и в широких кругах, да. И мы сегодня должны провести вот эту встречу в канун субботи, да, главная встреча. Ну и... Ну и еще для представления наших новичков и вручения майк футбольного клуба СКА Хабаровск, я приглашаю генерального директора клуба, Легантова Олега Юрьевича и главного тренера нашей команды Григоряна Александра Витальевича. И для получения майки футбольного клуба СКА Хабаровск я приглашаю Александр Довбня, номер один. Он прибыл сюда с женой, я уже видел, они гуляли, да. Это замечательно. Александр Криворучко, номер пятьдесят пять. Владислав Сарамытько, номер двадцать девять. Андрей Иванов, номер пятьдесят девять. АПЛОДИСМЕНТЫ Денис Дедечко, номер шестьдесят девять. АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей Трузин, номер тридцать. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Черевка, номер двадцать шесть. АПЛОДИСМЕНТЫ ЭДУАРД БУЛЬЯ, номер одиннадцать. АПЛОДИСМЕНТЫ Максим Казанко, номер восемьдесят семь. АПЛОДИСМЕНТЫ Антон Копялко, номер двадцать два. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Руслан Корян, номер девять. АПЛОДИСМЕНТЫ ЛИСКАНА ХУАН ЭДУАРДА, номер двадцать три. АПЛОДИСМЕНТЫ Помимо спортсменов, которые будут выступать под знаменами нашей команды, ЛИСКА ХАВАРОС пополнили и другие специалисты, имеющие не менее важное значение в нашем коллективе. Евгений Гуськов. Евгений, не писать, если вы хотите, что вы врач команды, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ Геннадий Колоса. Футболисты раньше понимают значение, потому что это массажист, друзья, и аплодисменты именно от футболистов. Перед тем, как мы продолжим... Аркадий Николаевич, вы можете не присаживаться. Перед тем, как мы продолжим наше мероприятие, хотелось бы остановиться на еще одном приятном событии. 13 июля исполнилось 55 лет нашему заслуженному ветерану и бывшему игроку нашей Хабаровской футбольной дружины. А ныне тренеру Центра подготовки юных футболистов Виктору Алексеевичу Чухонцеву. Благодарственное письмо нашему юбиляру вручает первый заместитель председателя правительства края, руководитель аппарата губернатора и правительства края, а также председатель попечительского совета футбольма Кубовска Хабаровской, Аркадий Николаевич. Вас все знают, дай Бог, чтобы вы много вырастили игроков, которые заменят сидячий в ближайшее время. На этом приятные подарки от Аркадия Николаевича не заканчиваются. И для получения символического ключа от VIP-ложи и персональных пропусков ветеранам хабаровского футбола приглашается Скрыльников Леонид Кириллович. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так получилось, да? Если помните, встреча была давно, это было на Балтике, когда мы подписывали, да? Я пообещал, что мы сделаем VIP-ложи, VIP-ложи, и ветеранов туда. Я стараюсь почти всегда, практически всегда свое слово держать, да? Потом, когда сел, думаю, зачем мне сказал это? Ну, зачем? Ну, пришлось потрудиться, и спасибо строителям, спасибо людям, которые принимали в эту часть. Теперь же все за вами. Слово за вами, ветераны. Леонид Кириллович, пару слов, если можно. Ну, я могу немножко больше, чем пару. Ну, первое, хочу поблагодарить руководство команды за проявленное к нам внимание, ветеранам клуба, за то, что вы нас пригласили на эту встречу. Вот это первое. Ну, и второе, конечно, что то обещание, которое вы давали нам несколько месяцев назад, оно выполнено. Я за это хочу поблагодарить. Давайте, ребята, попробуем. Дорогие друзья, это еще не все. Руководством футбольного клуба СК Хабаровска было принято решение на вечное изъятие из обращения номер 12. Отныне и навсегда он будет принадлежать нашим болельщикам, которые поддерживают команду как в хорошие, так и в трудные минуты. И для вручения майки, Аркадий Николаевич, помимо вас, да, приглашается главный тренер футбольного клуба СК Хабаровск Александр Витальевич Григорян. Для получения памятного подарка приглашаются представители болельщикского сообщества Хабаров в лице Максима Дюкаря и представитель болельщикского сообщества Айджиев в лице Бондарева Вадима. Друзья, пожалуйста. Александр Витальевич, пару слов. Среди болельщиков сегодня присутствует много людей, которые верой и правдой служили Хабаровскому футболу СК Хабаровскому. И действительно большие игроки здесь присутствуют. Вот поэтому мы постараемся в этом сезоне максимально возможно сделать для того, чтобы радовать вас результатом. С большим уважением отношусь ко многим из вас, многих знаю и некоторых даже помню по игре. Сами уже увидимся в эту субботу. Я надеюсь, вы все придете поддержать нашу команду в первой домашней игре этого сезона. Время побеждать. Болеем за наших. Спасибо. Аркадий Николаевич, новый сезон входит в юбилейный для Хабаровскому футболу. Куб входит с новым названием, с новыми надеждами. Какие задачи стоят перед командой? Ну, задача четкая, не ниже пятого места. Я думаю, что по тем футболистам, которые мы набрали и которые есть сегодня в клубе, это вполне достижимая цель. Вполне достижимая. Надо только постараться. Начнем, а там время покажет. Почему именно пятое место, ведь оно не дает права ни играть в стыках, ни выхода в Премьер-лигу? Пока еще не готовы? Нет, я не сказал пятое место. Сказал ни ниже пятого места. Почему? Потому что у нас есть проблемы, и все равно, несмотря на то, что мы наращиваем инфраструктуру стадиона, у нас есть проблемы, которые мы сначала должны все выполнить, все сделать. Касается, что мы замыслили по поводу стадиона. А потом уже ставить более высокую задачу. Потому что одновременно я вижу, что и делать стадион, и делать футбольные дела очень тяжело. Тренерский штаб как-то с попечительским советом советовался, когда шло формирование состава? Или это было все-таки отдано на откуп тренерского штаба? В основном, в основном, решал, в первую очередь, конечно, главный тренер, как и принято у нас в футболе. Там много прилагал усилий и генеральный директор. Но я практически только одобрял или не одобрял. Но, в принципе, в основном, как они хотели, так они набирали от себя этих людей. Вы остались довольны комплектованием состава? Я остался доволен. Они очень хорошо поработали. Спасибо и Флегонтову, и Григоряну, что они отобрали действительно достойных футболистов, которые, я думаю, переломят ситуацию. И, несмотря на то, что мы начали не особенно удачно, я думаю, это Мордовия тоже нулевым фактором. Нулевыми очками сейчас. И Кубань два очка, по-моему, если не ошибаюсь. Но это ничего не значит. Время покажет, какой кто в форме и какого результата они достигнут. Николай Николаевич, сейчас команда полностью, на 100% вычертовали, потому что есть травмированные, да, вот неожиданно. Разможешь ждать еще каких-то новичков, потому что заявочная компания еще идет? Заявочная компания идет. Ну, мы набрали большое количество игроков. Там есть пару вопросов, которые мы могли бы. Мы хотели этих футболистов, но что-то соскочило. Поэтому, ну, еще не поздно. Они настолько, в последнее время СКА Хабаров стал популярен. Ну, у нас получилось так, что наши игроки попали и в премьер-лигу, и даже в португальскую премьер-лигу. Ну, наш Базилюк. Базилюк, Прокофьев, ну, и вратарь наш, это, значит, Дюпин, в Краснодаре играет, и насколько стало, и многие другие, да. И я думаю, что вот это все популярность СКА Хабаровска увеличивает. Я думаю, что некоторые рискнут перейти к нам как раз в ближайшее время. Ну, в принципе, мы состав полный набрали. Даже если, что большие травмы сейчас, вышли из строя игроки, но, тем не менее, состав у нас ровный, у нас достаточно запасов для того, чтобы, резервов, вернее, я не знаю, резервов для того, чтобы, ну, выполнять задачу, не оглядываясь. Ну, для болельщиков мы очень много, много и много. Если рассказывать, это надо минут 5-10 говорить, даже 15. Ну, давайте, ну, во-первых, мы, вот, поверьте на слово, что мы сделаем все, чтобы привлечь сюда болельщиков. Вот, у нас на последней игре было очень много зрителей. Я думаю, что с каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем набирает набережная. Здесь больше людей. И вот потенциально, которые, люди, которые ходят на набережную, они придут и на футбол. Я уверен, что вы через несколько месяцев не узнаете набережную. Самые активные работы начались сейчас только, к сожалению. Ну, они и начались. Спасибо. Поставлена задача «Место не ниже пятого». Вы как с этой задачей согласны? И готова ли команда к таким задачам? Да, команда готова к таким задачам. Место «Не ниже пятого» задача поставлена лично мне. О том, что она поставлена команде, я не слышал. Но я ее готов выполнять. Я думаю, команда тоже. Сейчас команда сильнее, чем в прошлом году? Вопрос дилетантский и некорректный. Потому что в прошлом году люди полностью себя положили для того, чтобы остаться в первом дивизионе. В сложнейшей ситуации. Кто бы что ни говорил. Отдадим им уважение за это. Дань уважения. И зачем мы будем их сравнивать? У нас сегодня новая команда. Если мы ставим более амбициозные задачи, то, естественно, рассчитываем на то, что мы усилились. Всех ли игроков в трансферное окно удалось привлечь в Хабаровск? Кого планировали? Нет, не удалось Месси привлечь. Не удалось даже Санчеса привлечь. Географическое расположение предрасполагает. Финансирование тоже проблем нет. С такими игроками договориться. Поэтому всех, конечно, не удалось привлечь. Но тех, кого нам нужно, удалось привлечь. К сожалению, такие игроки, как системообразующие, как Друзин и Черевка получили травмы. Но эти травмы были получены в жестких стыках. Как говорится, на все воля Божья. Подождем, пока они выздоровят. Но нам их сейчас будет крайне не хватать. Весь прошлый сезон один вратарь отыграл в воротах Хабаровского СК. В этом сезоне абсолютно новая вратарская бригада. Каждый получит шанс проявить себя. Да нет, но это же не подрядный метод. Будет играть лучший. Да, лучший, сильнейший на данный момент вратарь будет играть. Но шанс, естественно, что будет предоставлен каждому. Хотя я не сторонник дергать вратарей. Команда, видимо, не рассчитывает его на молодежь, на Хабаровскую. Потому что заявки практически нет. Хотя в прошлом году неплохо наши ребята выступили. Это все цель и задача. Вот мгновенный результат. Конкретно задавая такой вопрос, я думаю, что у тебя есть свое мнение. А если оно есть, назови мне фамилию с твоей точки зрения местного воспитанника, который готов сегодня играть в основном составе СК «Энергии». СК «Хабаровская». В основной состав заявка. В заявку никто не внесен был из молодых, кроме Сарамотика. Внесение молодых игроков в заявку является популистским ходом. Вот, популистским ходом. Который, в принципе, мы в прошлом году блестяще реализовали. Потому что в заявке было шесть или семеро молодых игроков. Ни у кого из них не предоставилось даже шанса попасть в заявку. Не то, что выйти на футбольное поле. Поэтому вместо того, чтобы совершать популистские какие-то решения, не надо самого себя обманывать. Надо заниматься серьезно воспитанием квалифицированных игроков. Сейчас нужно поднимать работу в школе, а не требовать от главного тренера, почему молодежь местная не играет. С таким же успехом я могу и вас спросить, почему у вас молодежь не играет. Потому что придет вместо меня кто-то другой до меня. Ситуация не изменится. Ситуация изменится, когда начнется качественная работа с молодыми ребятами здесь. А как вы думаете, разве главный тренер, понимая важность и значение местных воспитанников в составе команды, каждый понимает, что это большой шаг к доверию болельщиков. И каждый тренер, я, например, не знаю тренера, который не пытается даже каким-то искусственным путем привлечь молодых местных игроков в команду. Потому что на самом деле это шикарная возможность привлечь на свою сторону болельщиков. И если я, допустим, этого не делаю, ну разве это не говорит о том, что никого нету просто? Никого нету. Я еще раз повторяю, вы же местный, вы хорошо знаете молодых игроков, фамилии. Назовите мне хоть одну фамилию, которая с вашей точки зрения готова сегодня качественно выступать, пусть даже выходя на замену в первом дивизионе. Кто? Может быть, Огоранян. Я так не думаю. Можно еще тогда вопрос? Огоранян только потому, что он армянин, я не понял. Можно еще вопрос тогда? Вестевая форма у нас очень похожа на спартаковскую, а мы клуб армейский. Как вы к этому относитесь? Не знаю, я к экипировке вообще не имею никакого отношения. Честно говоря, для меня самое главное принадлежность команды, чтобы команда принадлежала к бойцовскому духу некому. А армейский он, спартаковский, динамовский, торпедовский или какой, для меня абсолютно не важно. Для меня важно, чтобы в груди каждого футболиста было желание и стремление выиграть. Вам, конечно, хочется увидеть красивый, зрелищный футбол. Вот, возможно, какие-то цвета, пристрастия к цветам, оттенки, как эта книга популярна, это дерьмо, 50 оттенков серого, да? 50 оттенков красного вы хотите, чтобы я выяснил, с вами обсудил. Меня эти вопросы особо не интересуют. Равно как и выточки, и еще какие-то заморочки на майках и так далее. Абсолютно меня не интересует. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.